Истинное доброе дело просто и понятно для всех. И если пообещал, то сделай. Так считает герой нашего очерка Илья Сикорский. Он инженер на Ленинградской АЭС, активный член профсоюза и общественник, который уверен, что в этом мире нет ничего невозможного. Илья пришел на Ленинградскую атомную станцию в 2009 году. Имея диплом по специальности радиофизика и электроника, он участвовал в разработке ряда автоматизированных систем контейнерного комплекса хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом. Позже получил еще одно образование по направлению информационной технологии, безопасность локальных сетей. Сегодня занимается обслуживанием систем автоматики, следит за их безопасной и бесперебойной работой. Работа мне нравится, и я прихожу на работу, на самом деле с таким вот чувством, что не устаю, вот честно. И ухожу с работы, я не устаю, потому что дело, которое тебе нравится, не может тебя тяготить. Мне нравится моя работа, и я очень, как говорится, радуюсь, когда какой-то результат получается. И этот результат приносит для моего предприятия, для моей страны пользу. Это самое главное. Илья бывший военный, ветеран боевых действий. Свою активную жизненную позицию привык доказывать делом, а поэтому с первого дня работы на АЭС вступил в профсоюз. В 2019 году был избран председателем Сосново-Борского отделения Союза ветеранов Афганистана. Я понял для себя одно, что если люди мне доверили возглавлять организацию, значит, надо не обмануть их надежды. Люди очень, как бы сказать, ценят, когда им, ну, во-первых, не врут, а во-вторых, ну, от чистого сердца, что ли, занимаются этой работой. С 2019 года у нас собралась такая команда людей, которые действительно добровольцы. По доброй воле пришли и сделали что-то хорошее. Добрая воля. Ведь и то, и то слово имеет такой скрытый смысл, да, который заложен, наверное, в русской душе. Добро и воля. Два года назад к Илье обратилась Любовь Михайловна Жукова. Ее подопечные – дети с ограниченными возможностями здоровья. Женщина рассказала нашему герою о том, что у нее нет помещения для полноценных занятий с ними. И он сказал, приходите, родные стены, вот 6 октября будет ровно два года, как нас здесь приютили. Сегодня Союз ветеранов тесно сотрудничает и с Домом милосердия «Пятый угол», в котором борются за жизнь людей, оставшихся без документов, жилья, средств к существованию и, главное, здоровье. Кстати, посмотрите Ермолаевича. У нас особый такой человек. Паспорта нет, ног нет. И он даже умер. Да? Ну, не похоронен, но умер по решению суда Колпинского районного Колпинского суда. Мы не можем взять у них копию решения суда, чтобы опротестовать. Вот он живой себе. Мы его нашли, это, родственников, которые подтверждают все. Ну, вот такая вот вещь. Да, без ног, но зато с головой. При содействии Ильи расходы на перевозку больных людей в медучреждения, а также на организацию благотворительного склада и доставку нуждающимся лекарств, вещей и продуктов взяла на себя Ленинградская АЭС. А ее неравнодушные сотрудники дважды в неделю раздают горячее питание бездомным и одиноким. Ну, мы как команда, мы в основном как три категории. Один раздает, один там, блин, это самое, контролирующий записывает, там, отчет делает. Я как водителя развожу. А так, на самом деле, принимают участие все, их гораздо больше. Кто картошку начищет, кто морковь, кто там на мясо скинется, кто там подвезет, кто какие вещи для мамы-одиночек привезет. Вот, поэтому все непосредственно участвуют, все непосредственно помогают. Большой процент наших добровольцев, это именно работники Ленинградской аэрной станции. Все проблемы нашей Родины, да, они все наши проблемы, потому что Родина, она наша. Россия, она наша. За добро воздается добро. И вот уже Илье требуется поддержка в организации городского спортивного праздника, и он ее без труда находит в лице спортов общества «Вежливые люди». Его актив на добровольных началах проводит бесплатные силовые тренировки для подростков и готов поучаствовать в предстоящем мероприятии. После разборки автомата мы сделаем показательно. Показательно. Метание гранаты. Укладка парашюта тоже будет показательно. Метание гранаты. Метание гранаты. Я думаю, что это тоже будет дисциплина. Дисциплина. Ему нужна помощь, он мне звонит. Мне нужна помощь. Я ему иду на помощь. Я к такой же, наверное, категории людей отношусь, которые хотят чего-то добиться. У меня шесть детей, и я хочу, чтобы мои шесть детей жили в хорошей, спокойной, мирной стране, учились, работали, занимались хорошими, полезными делами. Вот это, наверное, моя цель и мечта одновременно. Продолжение следует...